Иисуса и Сына и Святаго Духа. Вы слышали слова «Злых зле погубит их». Этими словами Иисус Христос заставил людей изречь суд самим себе после того, как предложил им притчу о злых виноградниках. «Под злыми виноградарями, избившими всех посланных от хозяина виноградника, не пощадившими даже самого Сына Хозяина, разумеется, кто? Иудеи, избившие пророков и распявшие на кресте самого Сына Божия, рассказавшие эту притчу, Иисус Христос спросил иудеев, что будет с этими недоставившими плодов от виноградника и, кроме того, так жестоко поступившими со всеми посланными от хозяина». Они отвечали «Злых зле погубить, и виноград предает иным делателям, то есть жестоким и жестоко и будет поступлено». Не заметили они несчастные, что, говоря так, они изрекли, то есть самих себя осудили. И сбылось это над богоубийственным народом еврейским за Христоубийство. Храм их сожжен. Город Иерусалим разрушен. Сотни тысяч из иудеев погибли, а то от меча, то от голода. Остальные, оставшиеся в живых, изгнаны из своего отечества. И изгнанные они рассеялись по разным странам. И где нет этих несчастных, принадлежащих к этому богоубийственному народу? Они везде. И везде всем, и каждому они неприятны и невыносимы. Видимо, для всех на этом народе лежит печать от вершения. Они до сих пор ненавидят Христа. За 700 лет до Рождества Христова пророк Исаия притчою о винограднике обличал дом Израилев. Избранный народ Божий. Господь Иисус Христос приложил эту притчу к Своему времени, изобразив Ею богоборство иудеев. А теперь эта притча со всей очевидностью сбывается и на русском народе. У пророка Исаия вслед за притчою о винограднике перечисляются те безакония избранного народа, за которые постигает гнев Божий, изображаемые в притче под образом опустошения, запустения виноградника. У пророка Исаия вслед за притчою о винограднике перечисляются те безакония избранного народа, за которые постигает гнев Божий, изображаемые в притче под образом опустошения и запустения виноградника. Наша Родина опустошена. Там нет русского народа, которого мы знали до революции. И это не мои слова, а слова тех, которые были здесь у нас в некороткое время и сказали, да, мы побывали в старой России. Перечислим эти безакония. Безакония. Первое безаконие – это жадность к наживе и стяжанию. Типичное еврейское стремление. А также советские олигархи. Их нельзя назвать русскими. Второе безаконие – это страсть к удовольствиям. Третье безаконие – это погружение в суету мирскую, полное забвение страха Божия. Вы это можете найти у Исаия в пятой главе от первого до шестого стиха. Третье безаконие – это погружение в суету мирскую, полное забвение страха Божия. Четвертое безаконие – это пагубное безразличие к добру и злу, извращение, понятие о том, что хорошо и что худо. Пятое безаконие – это самомнение и гордость. Шестое безаконие – это неправосудие. Горе тем, говорит пророк, который за подарки оправдывает виновного и правых лишает законного. Этим занимается патриархия московская. Вы хотите служить недалеко от Москвы? Передайте нам 250 тысяч американских долларов. Хотите служить в Москве? Миллион. Где они достанут эти деньги? С народом будут выжимать до последнего. С прихожан несчастных, которые не получают благодать Божию, причащаются хлебом и вином, думая, что это тело и кровь Господа. Вот какое несчастье постигло Россию. да, какая темная ночь на весь над Отечеством нашим гнет безбожной власти до сегодняшнего дня вместе с антихристовой церкви московской патриархии. И так будем лучше вести себя таким образом. Своё отдадим другому вместо того, чтобы себе присваивать чужое. Пусть лучше нас обидят, чем мы кого-нибудь обидим. Будем жить так же, как жили до революции. Лучше мы пострадаем, чем от нас другие будут страдать. Не будем когобистами предателями. Вообще будем стараться жить с пользой для других, пользу приносить и душевную и телесную приносить всем, чем можем, чем наградил нас Господь и умом, и знанием, и опытностью, и богатством, и положением, в обществе. Всем будем всякому советниками, кому утешителями, кому защитой, кому другого рода помощниками. Так учил Христос. Так поступали Его апостолы. Так поступали наши предки. Так будем поступать и мы. Совесть наша будет спокойно, душа непорочна, благословение будет Божие почивать над нами и тогда с надеждой на счастье вечное перейдем в жизнь вечную. Аминь. Аминь.